Октябрьская библиотека номер 2 имени Николая Кузьмича Жашнакова представляет видеопрезентацию Джон Рональд Ройл Толкин Великий сказочник английского королевства Будущий профессор и автор самой популярной книги, написанной в жанре фэнтези «Англичанин до мозга костей» родился 3 января 1892 года в Блюмпантейне на самом дальнем оконечии диковинного континента Африка, так не похожего на родину его родителей. Толкин оказался в числе тех английских писателей, которые, родившись за пределами родины, сильнее других воплощали английский в своем творчестве. С ранних лет Джона Толкина увлекали языки. Он самостоятельно изучал древнеисландский язык, читал немецкие книги по филологии, затем учил староанглийский, древнегерманский, древнефинский, исландский и гудские языки, читал их сказки и легенды. В 1910-1911 годах он учился в престижной школе Бирмингема, школе короля Эдварда. К этому времени Толкин также окончил курсы радистов-связистов и был зачислен младшим лейтенантом в полк ланкашерских стрелков, воевал на фронтах Первой мировой войны. Последующие годы он посвятил научной карьере и литературному творчеству. В 1918-20-х годах входил в состав коллектива, работавшего над новым словарем английского языка в Оксфорде. В 1919 году получил степень магистра, а с 1920 года Толкин преподавал в университете Литца. В 1924 году был утвержден в звании профессора и с 1925 по 1959 год преподавал в Оксфордском университете. В 1922 году был опубликован словарь средневекового английского языка Толкина. Он занимался исследованиями творчества Джеффри Чосера и средневекового эпоса «Беовульф», подготовил издание трех среднеанглийских памятников, сэр Гэвэйн и «Зеленый рыцарь» совместно с Эриком Гордоном, руководство для затворниц и сэр Арфео. Толкин даже дописывал утерянные стихи знаменитой старшей Эдды, сборника древнеисламских мифов XIII века. Толкин придумал несколько своих языков, например, Квенья – язык высоких эльфов, и Синдарин – язык серых эльфов. Их изобретение повлияло на его литературное творчество. В 1920-х годах он начал писать цикл мифов и легенд Средиземья, который позже стал Сильмариолионом, изданным после смерти Толкина в 1977 году. В начале 30-х годов вокруг друга Толкина, писателя Клаева Льюиса, собрался неформальный литературный клуб «Инклинги», ряд членов которого увлекались северной мифологией. Вскоре клуб распался, но с прежним названием, выпускником Оксфорда Танжелином, был образован новый, куда также вожгли Толкин и Льюис. «Инклинги» на протяжении двух десятилетий регулярно собирались, читали отрывки из своих сочинений и обсуждали их. Известно, что Толкин читал «Инклингом», главы из «Хоббита» и «Ластелина колец», которые он писал в то время. 85 лет назад, 21 сентября 1937 года, вышел «Хоббит» или «Туда и обратно». Повесть Джона Толкина, ставшая со временем классикой детской литературы. В основе сюжета «Путешествие хоббита» Бильбо Беккинса, волшебника Гэндальфа и 13 гномов по главе с Ториным Дубощитом. Их путь лежит в Казинокой горе, где находятся гноми и сокровища, охраняемые драконом Смаугом. Сейчас, спустя почти девять десятков лет, «Хоббит» — любимая книга для многих поколений читателей во всем мире. Он переведен на 40 с лишним языков, несколько раз экранизирован, на его основе делали компьютерные и настольные игры, оперу, детские спектакли. В его честь выпускали марки. Но многое ли мы знаем о том, как рождалась эта сказка? Когда рассказывают о том, как начинался хоббит, неизменно цитируют самого профессора. Дескать, однажды, утомленный проверкой скучных экзаменационных работ, он на обороте одной из них записал фразу «В норе под землей жил хоббит». И все завертелось. Однако на деле корни истории о Бильбо Бэггинсе выявить не так уж просто. Будучи отцом четырех детей, Толкин часто работал дома, но при этом дети всегда могли невозбранно приходить в его кабинет. Он много с ними гулял и, конечно, рассказывал им сказки. В доме бытовало множество связанных с этим традиций. Так, к примеру, на Рождество дети неизменно получали потрясающие письма от рождественского деда, причудливо разукрашенные с диковинными марками и увлекательными историями о жизни деда и его приятелей – эльфов, гоблинов и белого медведя. А еще каждый год в семье Толкинов проходили зимние чтения. Глава семейства расхаживал перед камином и повествовал об очередных приключениях того или иного героя. Некоторые из историй он даже записывал. Конспективно, чтобы на следующий год не запутаться в деталях. В 1925 году Толкины переехали из лица в Оксфорд в дом 22 на улице Нортмур-Роуд. В 1930-м они сменили этот дом на соседний, под номером 20. Именно там профессор, если верить его словам, он записал первую фразу будущей сказки. Но его дети Джон и Майкл вспоминали, что саму сказку они слышали много раньше, еще в доме 22. Скорее всего, впервые история о Бильбо Бэггинсе прозвучала в 1928 или 1929 году. Как и прочие рассказы подобного рода, она растянулась на много вечеров, потихоньку обрастая все новыми подробностями, затем надолго прерываясь. Но Хоппиту повезло больше, чем остальным. Не в последнюю очередь это случилось благодаря тому, что Толкин к концу 20-х годов уже долгое время упражнялся в сочинительстве. Вдобавок, рассказывая длинные сказки, нельзя полагаться только на собственную память. Майкл Толкин вспоминал, что в один из вечеров Кристофер, младший брат, вдруг прервал отца. В прошлый раз ты говорил, что входная дверь Бильбо была голубого цвета, и ты говорил, что кисточка на капюшоне у Торина была золотой, а сейчас утверждаешь, что входная дверь была зеленой, а кисточка серебряной, на что профессор, пробормотав, «Чертов мальчишка!» пересек комнату и принялся делать какие-то пометки в своих бумагах. Существует несколько сохранившихся вариантов рукописи, которые значительно отличаются друг от друга. Толкин всегда писал так, словно шел на ощупь, постепенно отыскивая правильный путь, часто плутая, сворачивая не туда. Хоббит тоже рождался трудно, с многочисленными серьезными переработками. Дело касалось как сюжета, так и имен. Последние для Толкина всегда были крайне важны. Так, дракона Смауга сперва звали Прифтан, а волшебника Бладортин. Имя Гендальфа в этой самой ранней версии, впрочем, фигурировало, но его носил предводитель гномов. Как признавался сам Толкин в письме поэту Уистону Одуну, возможно, бессознательным источником вдохновения для него стала книга Эдуарда Августина Уайк-Смита «Чудесная страна снергов». Но лишь в отношении хоббитов и ни для чего более, уточнял профессор. Действительно, в этой сказке народ снергов весьма напоминает хоббитов. Другим источником вдохновения, на сей раз вполне осознанным, стали два литературных памятника древности Беовульф и Старшая Эда. С хоббитом перекликается упомянутый в Беовульфе эпизод, в котором вор похищает чашу из драконьей сокровищницы, после чего дракон приходит в ярость и сжигает поселение людей. Впоследствии человек, укравший чашу, становится тринадцатым участником похода против дракона. Для сравнения, Бильбо Бэггин с хоббити присоединяется к компании Торина в четырнадцатом, для счастливого числа. Из древнеанглийской поэмы происходит мотив, вызывающих алчность зачарованных драконьих сокровищ. Исследователь также отмечает сходство Голлума с чудовищем Гренделем из Беовульфа, которого характеризуют свечение глаз и связь с водой. Одним из основных источников вдохновения при написании повести «Хоббит» послужила скандинавская мифология, которой писатель проявлял большой интерес. Волшебник и большинство гномов получили имена, перечисленные в списке гномов из старшей Эдды. Кроме того, прозвище Торина «Дубащит» является переводом древнескандинавского имени из того же источника. Многие черты, присущие гномам в «Хоббите», встречаются в скандинавских мифах, в том числе жизнь под землей, кузнечное ремесло, богатство и связь с сокровищами. Образ туманных гор взят из песни «Поездка с Кирнера» в старшей Эдде, в которой упоминаются туманные горы, где живут племена орков. Название Лихолесия – Мирквуд – восходит к мифологическому лесу Мирквиду, разделяющему землю готов и гунов. Варги, союзные гоблинам, злобные волки, получили свое название от древнескандинавского «Варгр – Волк». Имя волшебника Радагаста, вероятно, восходит к богу Радагасту из славянской мифологии. Прообразы игры в загадке между Бильбо и Голумом встречаются в различных средневековых произведениях. В «Старше Эдде» и «Санге о короле Хейдрике Мудром» присутствуют сюжеты с участием Одина, который выигрывает аналогичную игру благодаря вопросу, правильный ответ на который знает лишь он. Подобным образом поступает Бильбо в «Хоббите». Загадки Голума своим мрачным содержанием соответствуют его мировоззрению и основаны на древних источниках. В частности, загадки о времени и тьме происходят из древнеанглийской поэмы «Соломон и Сатурн», в которой известный своей мудростью еврейский царь состязается в загадках с языческим богом. Загадки Бильбо, в свою очередь, происходят из английского детского фольклора. Толкин полагал, что за ним вполне может стоять многовековая поэтическая традиция, впоследствии низведенная до уровня простых детских стишков. Значительное влияние на Толкина оказали произведения одного из родоначальников жанра фэнтези английского писателя Гульима Морриса. Различные обстоятельства приключений Бильбо Бэггинса в «Хоббите» имеют параллели с путешествиями Морриса в Исландию, которые описаны им в исландских дневниках. Из творчества этого писателя позаимствованы идеи пустоши, возникавших вокруг логова дракона, и образ корней гор, которые встречаются в «Хоббите». Образ Гендальфа Толкину подсказала швейцарская почтовая открытка с репродукцией картины «Горный дух», на которой изображен бородатый старик в красном плаще и широкополой шляпе. Рисунок выполнен немецким художником Йозефом Мадленером и предположительно изображает Рюпицаля, персонажа немецкого и чешского фольклора. Переход компании Торина через туманные горы основан на воспоминаниях Толкина о поездке в швейцарские Альпы в 1911 году. Первую условно завершенную версию сказки профессор написал к началу 1933 года. Именно тогда его друг и коллега Клайф Льюис в одном из своих писем упоминает о действительно хорошей детской книге, которую Толкин только что закончил. Однако та история обрывалась на смерти дракона Смауга. По-видимому, в какой-то момент Толкин потерял к сказке интерес, и она так и осталась машинописным текстом для семейного чтения. Совершенно точно известно, что между 1933 и 1936 годами Хоббита почти также несколько друзей и знакомых Толкина. А в 1936 году за помощью к Толкину обратились из лондонского издательства Джордж Аллен и Анвен. Там хотели переиздать исправленную редакцию Биалвульфа и битвы за Финнесбург. Представительница издательства Сьюзен Дагнелл приехала в Оксфорд, чтобы обсудить детали работы и узнала от бывшей студентки Толкина Эллен Гриффитс о существовании прекрасной детской сказки. Дагнелл попросила у Толкина разрешение прочесть рукопись и показать ее издателю. И профессор согласился. Поодушевленный Толкин принялся за работу. Добавил еще одну главу между меньшими 12 и 14, дописал в Финал, кое-что отредактировал. Набирать текст ему помогал сын Майкл, тот, правда, порезал все и вынужден был выстукивать по клавишам только левой рукой. Так или иначе, в первой неделе октября рукопись отправилась в издательство. Его директор, знаменитый Стэнли Амлин, сперва прочел книгу сам, затем дал на рецензию детской писательницы Роуз Филман. Им обоим понравилось, но все же, по своему обычаю, Стэнли обратился к третьему рецензенту. Детские книги он всегда давал на пробу своим детям. Кто лучше, чем они, сможет определить, понравится ли сказка будущим читателям. Бильбо Бэггинс был хоббит, который жил в своей хобби-чей норе и ни в каких приключениях не участвовал, но наконец волшебник Гэндальф и его гномы убедили Бильбо поучаствовать. Он очень здорово провел время, сражаясь с гоблинами и варгами. Наконец они добрались до одинокой горы. Смауга-дракона, который ее караулил, убили и после страшной битвы с гоблинами Бильбо вернулся домой, богатым. Эта книга с помощью карт не нуждается в иллюстрациях, она хорошая и понравится всем детям от пяти до девяти. Именно так звучала внутренняя рецензия на одну из знаковых книг прошлого столетия. Десятилетний Рейнер, сын издателя Стэнли Анвина, прочел рукопись, получил массу удовольствия, а вдобавок еще и Шелинг за свой отзыв. Много лет спустя Рейнер говорил, что это было самое выгодное вложение в историю издательского дела Великобритании. Собственно, именно его внутренняя рецензия решила исход дела. В начале декабря с Толкином официально подписали договор. Однако, до выхода книги в свет было еще далеко. Как мы помним, юный Рейнер полагал, что Хоббиту не нужны иллюстрации, но его обязательно следует снабдить картами. Толкин, впрочем, уже имел в запасе и то, и другое. В те годы рисование было обычным занятием как для детей, так и для вполне состоявшихся джентльменов. Что до карт, то они были его страстью, как и разного рода алфавиты. К словам, к 1936 году в архивах Толкина уже имелось несколько карт и рисунков, не говоря уже о массе набросков. Профессор решил, что не будет лишним послать все это издателю и для этого практически перерисовал ряд работ. Он принялся за дело после заключения контракта и уже к 4 января у него были готовы карта Трора и карта Диких земель, а также четыре черно-белые иллюстрации. Он их выслал издателю, а двумя неделями позже отправил в догонку еще шесть рисунков. Работа с Толкином настолько увлекла Стэнли Анвина, что тот заказал автору дизайн-обложки и супер-обложки. В результате возник пул иллюстраций, которые давно уже считаются классическими. От супер-обложки до потрясающих пейзажей и интерьеров. Толкин фактически стал одним из первых британских авторов, которые сами иллюстрировали собственные книги, да и вообще отношение к нему с самого начала было особое. Рейнер Анвин в своих воспоминаниях писал, что только за 1937 год Толкин отправил в издательство 26 писем, зачастую написанных от руки размером в 5 больше страниц, и в ответ получил 31 письмо. Случай совершенно беспрецедентный. Усилия издателей оправдались. Книга имела потрясающий успех. Ее выпустили 21 сентября 1937 года небольшим тиражом в полторы тысячи экземпляров. Однако уже к началу декабря издательство вынуждено было сделать дополнительный тираж в 2300 экземпляров. Хоббит собрал весьма лестный отзыв в прессе. Права на него еще до публикации были куплены американским издательством, для которого профессор сделал еще пять полноценных иллюстраций. Повесть была положительно встречена литературными критиками и читателями. Две первые рецензии были опубликованы в октябре 1937 года. Оба отзыва написал Клайв Льюис. Он отметил присущее автору сочетание научного и поэтического понимания мифологии и обратил внимание на развитие повествования от бутовых описаний в начале книги к эпическому распел в последних главах. По мнению Льюиса, при чтении повести ребенок может не догадываться, из какой глубокой традиции происходят сказочные персонажи Хоббита. Распространению книги помешала Вторая мировая война. С 1940 по 1949 годы в Великобритании действовало ограничение на использование бумаги. Кроме того, в ноябре 1940 года часть тиража книги была уничтожена во время бомбардировки и вплоть до издания 1943 года Хоббит был недоступен для покупателей в Великобритании. Продажи книг значительно выросли в 50-х годах, в особенности после публикации Властелина колец. По состоянию на 2008 год продано более 100 миллионов экземпляров книги. Высоко ценятся экземпляры первого издания 1937 года. В 2008 году один из них был продан на аукционе за 60 тысяч фунтов стерлингов. А рекордная цена была установлена в 2015 году. Издание Хоббита 1937 года, в котором сохранилась сделанная автором запись на древле английском языке, было приобретено за 137 тысяч фунтов стерлингов. Задуманная как детская история о путешествии Хоббита и компании гномов, книга стала прологом для следующей уже более серьезной и мрачной работы трилогии Властелин колец. Эта эпопея оказала огромнейшее влияние на всю мировую культуру. Сегодня увлечение миром Средиземья является одним из самых массовых явлений популярной культуры. Книги профессора Толкина не теряют не только своей популярности и остаются интересными для публики всех возрастов. Продолжение следует... Продолжение следует...